Почему предпочитаете купаться на безопасном, официально открытом пляже, городском, нежели на несанкционированных? Потому что здесь все предусмотрено для удобства отдыха. Очень удобно. Есть и кабинки для переодевания, питьевая вода. Здесь, наверное, безопаснее? Да, здесь, кстати, вчера мы были, предупреждали с вышки, спасатели говорили, чтобы не заплывали дети, купались, чтобы в обведенных только местах. Ребенку здесь более безопасно, песочек, ну и много детей, чтобы они вместе могли поиграть. Близко к доступности. Здесь не глубоко, и как бы и все равно в Буке они есть. Спасательная вышка, вон парень пошел, и метод есть, все есть в принципе. А на несанкционированных купались? Нет, нет, потому что страшно. Людей здесь очень много, по моим почетам, здесь больше 200 человек, это те, кто выбирает безопасный отдых. Здесь есть и спасатели, которые в случае чего окажут медицинскую помощь, и Буки, за которые нельзя заплывать. И самое важное, здесь дно реки тщательно обследовано, так что пораниться здесь практически невозможно. А это один из несанкционированных пляжей города, подобных мест в Барнауле около 20. Люди здесь не просто загорают, но и купаются, несмотря на то, что делать это категорически запрещено. Здесь нет ни медиков, ни спасателей, а дно реки вообще никем не осмотрено. Не страшно здесь купаться, здесь все-таки запрещено это делать? Да, чисто дно хорошее, можно купаться. А смотрели дно уже? Да, смотрели. Проверили? Вчера были, да. Дали заключение? Нормально. Как-то здесь получше, народу поменьше. Не боитесь за ребенка? Нет, не боимся. Здесь нет ни бойков, ни спасателей, вот не страшно? Страшновато маленько. А вы знали, что в этом году 25 человек погибло в Алтайском крае, вот на таких пляжах? Не знаю, читал. Все равно не страшно? Да нет. А это грибной канал. Купаются и здесь, вопреки всем запретам, и с полной уверенностью, что они не утонут. Но ведь так думали и те 25 человек, которые с начала этого года утонули на Алтае. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.